Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря много релизов, которые могут оказать влияние на динамику финансовых активов, причем разных сегментов рынка. В 6.00 по GMT ждем данные по рынку труда Англии. Далее в 9.00 по GMT. В ВВП еврозоны. Также в это время выйдет индекс бизнес-оптимизма ZYU в Германии. После этого в 12.30 переключим внимание на роничные продажи в США. И, пожалуй, роничные продажи в Штатах – это один из самых главных релизов этой недели. Много раз я уже говорил, что каждый отчет такого формата для американской экономики сейчас важен нам, как трейдерам, которые хотят оценить общее состояние американской экономики, понять, что же все-таки будет делать Федрезерв на последующих заседаниях. Тема перспективы повышения ключевой процентной ставки и будет ли это повышение или нет – это, конечно же, основной драйвер на финансовых рынках. И закрывать, по сути, сессию также будем еще отчетом по инфляции в Канаде в 12.30 по GMT. В принципе, этот релиз выйдет ровно в ту же самую секунду и минуту по экономическому календарю, что и роничные продажи в США. Поэтому, с одной стороны, будет очень трудно, например, в моменте определить, какой из этих отчетов станет более весомым драйвером для движения канадского доллара. Но все-таки, если мы говорим о локальной канадской статистике, я думаю, что на канадца прежде всего повлияет отчет по инфляции. Мы за парой доллар-канадец следим очень давно, друзья. Рекомендация была шортить этот дуэт активов с целями 1.33, текущей котировки 1.3469. Допускаю, что сегодня мы станем ближе к нашей цели. Ну, давайте теперь по порядку. Начнем с рынка нефти. Давно мы не касались данного сектора, хотя о вопросах я вижу, вы спрашиваете, касательно того, что стоит ожидать от бренда и WTI. Я думаю, что можно рассмотреть бренд. Все прекрасно понимают, из-за высокой степени корреляции, в принципе, у них направленная динамика. Бренд на данный момент котируется на отметке 75.56 долларов за баррель. И на текущем этапе я бы не стал принимать какое-то конкретное торговое решение, если речь идет о краткосрочных и среднесрочных трейдах. Если вы интересуетесь нефтью на долгосрок, то здесь с очень большой долей вероятности к концу года мы увидим существенно выше котировки, потому что рынок все же придет к идее и к пониманию или даже, скажем, осознанию того, что при текущих действиях страны ОПЕК+, по сокращению объемов нефтедобычи, в куче еще с действующими эмбарго и ограничениями на поставку для российских углеводородов, рынок может оказаться в условиях серьезного дефицита. И там еще, конечно же, будут надежды параллельно на рост китайской экономики с, соответственно, более высокими объемами потребления углеводородов. Но это долгосрочные тенденции. Сейчас краткосрочно на рынке негативные настроения, которые касаются, прежде всего, будущего американской экономики из-за темы потолка государственного долга, из-за проблем в банковском секторе, из-за ожидания того, что все это приведет к замедлению темпов экономического роста США и негативно отразится на спросе. Да и в целом китайской статистики тоже есть сейчас вопросы, потому что с последних данных, что мы разбирали, можно уже по факту говорить, что очень сильно просели темпы роста экспорта. Если два месяца назад показатель был увеличения больше, чем на 14%, сейчас это 8,5%. Импорт, темпы роста импорта тоже снизились до 7,9%. Инфляция, которая позволяет нам судить о потребительской активности в Китае, замедлилась на 0,1%. Это вообще странно. Делаем вывод, что все-таки проседает и потребительская активность на внутреннем рынке Китая. И это очень такой тревожный звоночек для будущих показателей ВВП. И буквально статистика сегодняшнего утра. Промышленное производство, роничные продажи, капиталовложения, из всех этих релизов, наверное, объективно, сейчас лучше посмотреть на промпроизводство, темпы роста 5,6%, причем прогноз был в два раза выше. Поэтому очень трудно сейчас зацепиться за идею восстановления спроса в Китае, потому что нужны более ощутимые доказательства того, что китайская экономика отправилась уже окончательно от последствий ковидных времен, ограничения, которые действовали в ту пору, и сейчас набирает обороты и восстанавливается. Поэтому мое отношение к рынку нефти на ближайшую перспективу исключительно нейтральное. Если у вас есть точки зрения свои, обязательно делитесь в комментариях. Индекс доллара 102.20 текущей котировки, на мой взгляд, вчера рынок с большим энтузиазмом. Стал отыгрывать данные по Мичиганскому индексу потребительских настроений, отчет, который вышел в минувшую пятницу. В частности, был зафиксирован спад снижения со 63,5 до 57,7. И, честно говоря, темпы снижения стали максимальными с лета прошлого года, когда рынок впервые начал говорить о возможной, весьма вероятной рецессии в американской экономике. Но история повторяется. Сейчас, правда, эти риски помножены многократно, потому что мы говорим о возможном дефолте в США. Мы практически каждую неделю касаемся темы банковского кризиса, что создает такую нервозность строений среди их потребителей, и все это конвертируется в такие слабые показатели по бизнеса настроениям. Очень интересный отчет от бюджетного управления Конгресса касательно потолка государственного долга. Ну, мы знаем, что еще Джан Хеллин говорил неделю назад о том, что если республиканцы и демократы не договорятся, то средства для госрасходов, по сути, закончатся в первые две недели июня. Бюджетное управление это повторило. Но интересная цифра заключается в том, что, по мнению экспертов данного управления, все же потолок государственного долга придется поднять. Причем после этого поднятия дефицит бюджета в этом году в США достигнет полутора триллионов долларов. И если вдуматься в эти цифры, становится даже понятнее, почему республиканцы так сейчас сопротивляются этому, почему они настаивают на сокращении государственных расходов и требуют, по сути, реформирования на законодательном уровне, самой системы бюджетирования. И настаивают на том, чтобы Байден, прежде всего, принял инициативу, которая касается незамедлительного сокращения госрасходов. Если ничего не предпринять на текущем этапе, то уже через 10 лет, можно предположить, такими темпами, а, скорее всего, даже будет еще хуже, дефицит бюджета превысит 15 триллионов долларов. В пересчете на показатели ОВП в соотношении с долгами населения это больше 100%. То есть это дорога в один конец. Это путь, из которого уже невозможно будет выбраться. И, соответственно, республиканцы, видимо, это уже осознают и не хотят совершить роковую ошибку сейчас, идя на неоправданные уступки. Поэтому тема потолка государственного долга останется центральной. Будем за ней следить. Пока что компромисса еще нет. Спекулируем на рисках и, соответственно, на угрозе вот этой экономической катастрофы, о которой много раз уже говорилось. Потенциально она может наступить уже через несколько недель. Сегодняшний отчет по уроничным продажам. Интересно будет посмотреть, как индекс доллара отреагирует на этот релиз. Насколько он чувствителен к макроэкономической статистике. Но если делать выводы о его чувствительности индекса доллара к статистике, то Мичканский индекс нам показал, что доллар готовый шортить при еще дополнительных подтверждениях макроэкономической слабости. Если ироничные продажи сегодня расчаруют, то тогда индекс доллара уйдет ниже 102 пунктов. Золото все так же без изменений. Ждем в районе 2040-2050 долларов за трех пунктов. Интересно, что сантимент сейчас снова начинает набирать в продажах, что, соответственно, формирует толпу в этой стране. И сохраняем поэтому отношение наиболее перспективного направления. Это лонг. Британская валюта 1.25-24. Рыночный сантимент здесь 70% трейдеров шортит. Соответственно, ждем развития восходящей динамики. Локальный максимум уже есть, но нам нужно, чтобы фонд приблизился к отметке 1.28. Ранее мы говорили о решении Банка Англии. О том, почему Банк Англии принял это решение повысить ставку на 25 базисных пунктов. Хотя это отчасти еще загадка, потому что непонятно. Сейчас при текущей инфляции нужно было действовать гораздо агрессивнее. Из макроэкономических отчетов, которые вышли в конце прошлой недели, показатели ВП, промышленное производство, сегодня будет этот фон усилен еще и данными по рынку труда. Согласно прогнозам, уровень безработицы останется на отметке 3.8%. Интересно будет проанализировать динамику по первичным заявкам на пособие по безработице и еще важнее темпы роста заработных плат. Потому что подсказывают мне, друзья, что мы сегодня увидим еще один скачок заработных плат, который найдет свое отражение в будущем показателе инфляции. Она останется на двухзначном уровне. И мы с вами подберемся к июньскому заседанию с четким пониманием того, что Банк Англии будет уже повышать ставку на 50 базисных фонтов. Я жду с нетерпением сегодняшний рейс по рынку труда. Сохраняю длинные позиции по фонту. И надеюсь, что эта пара сегодня попробует приблизиться к сопротивлению 1.26. И доллар канадец. Я, в принципе, говорил уже об этом дуэте активов. Цель 1.33 без изменений. И посмотрим, как канадский доллар отреагирует на данные по инфляции. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.